приветствую друзья на канале про геймер телевизион с вами сафир 3 тройки и у нас 144 серия приключений геральда видимо к 3 дикая охота дополнение кровь и вино ну что же вперед так и у нас надо ой смотрите пульмерин тайлис анси доминир рейвене мозги не пудри геральд у нас в конце что ж и первое испытание в темноте что ли гера что в меня решил стать странствующим рыцарем шутки в сторону я тут работаю тоже будешь биться еще бы сейчас буду стрелять против райн фарма из автора видел его минуту назад страшно занят набивает себе нос и штык вроде как чтоб сосредоточиться это наверное не по правилам кто не львгарцу запретить послушай хочу тебе кое-что сказать на состязание в стрельбе и поединок попадает на такое время что солнце будет светить глаза на мне без разницы ну приятного в этом раз уж тебе все равно ждать сыграй со мной выиграешь я с тобой поменялись на южанин солнце мне не помешает блин ну давай я не отказываюсь от партии будет придурок наверно скеллиги начнет играть не от скотельки да 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 вообще тема слушать это код это надо что нам дали так так давай давай смотрите какой хитрая засранец ты так вот так вот по моему знаете я сам себя налажал твою мать да друзья слушайте я сам себя твою мать дайте подумать блин че делать а вот я че делал это блин че натворил-то ладно ходим блин а такие карты бросал и и и и и и и давай давай 목е и Неплохо, а вот так вот? Стоп Ну так сделаем Твою мать, не очень удачно 48 Видишь ты какой хитрый 63, 52 Противник спасал Теперь мы попробуем сами Попробовать 24 8 Сюда 49 Вот так вот Поздравляю Давай тогда меняться Время быстро прошло Сейчас уже появится госпожа Левиера Я пошел Сейчас начнется мое первое состязание Удачи Привет Привет вам, благородные рыцари Мне выпала почетная обязанность Стать покровительницей турнира Сражайтесь достойно Дабы я могла почтить одного из вас Наивысшей наградой Вы принесли торжественную клятву Укрепили свое тело и дух И вот настал час в этенариум Она красивая Вперед Перед вами Хорм Акерспар Принц Мехта Брат его императорского величества И первостатейный смельчак Он Выбирает Своей целью Только Голубые щиты Против него новый участник Неизвестный прежде Рыцарь Геральт из Ривии Поприветствуйте нас И его целью будут Только Красные щиты Пусть победит Лучший Ну поехали А как гнусный же ты Половину всех целей Ведьмак убирает сторонник Суждено ли ему выиграть Или терпеть поражение Как множество Геральтом в пух и прах разгромлен противник Повержен Будто бы он Грешник Богопротивный Вот награда Рыцарь Арбалет С твоим гербом Поздравляю Благодарю Госпожа Расскажи о других наградах Я не могу посвятить тебе больше времени, чем остальные У меня есть обязанности Прости У меня сильно дрожит медальон, а это означает одно Магию Боюсь, мое объяснение тебя разочарует Все дело в духах Их делала для меня моя чародейка Проиграть такому противнику, как ты В каком-то смысле Тоже победа Прими мои поздравления Благодарю Хорошая работа Я тем временем узнал, какой шатер занимает госпожа Вивьена Может, найдешь там какие-то следы? Ты прав, на Вивьене лежит какое-то проклятие Я почувствовал это, когда она открывала турнир Значит, не будем терять времени Пойдем Да, идем Балерин Тупанул Фак Надо было сохраниться Вот ее шатер Загляни внутрь А если кто-то подойдет, я заухаю собой Так, нахрен Сохраняемся Ух ты Явные следы когтей Не знаю, кто их оставил, но кто-то очень крупный Глаза твои голубые Как лента алая губы твоя Баночка маскирующей магией Здесь очень сильная магия Одежда Одежда исключительно темно-зеленая и золотая Видно, не только иен помешана на цветах Нейзанская соль Нейзанская соль Из нее делают компрессы Кто-то идет! Быстрее! Ты должен был заухать Позже поговорим Идем скорее на турнир Второй этап уже начинается Господа, чего вы ищете в шатре дамы? Вдохновение? А ну пошли вон отсюда! Блин, я там не успел взять Блин, она шатер закрыла, а я там не успел взять Фак Ну ладно, ничего не поделаешь Ах, цвет рыцарства Ребята... Каренель, жопья икра! Драконние глаза на вертеле! Храбрые рыцари, благородные дамы К нам прибыл цвет рыцарства лучший самый Из дальних краев все с великой охотой Прибывают потешить себя благородной работой Проверим же, все ли участники с нами Их имена воспевать мы готовы годами Пальмирин, барон Лонфаля Линас из Митины Райфарм из Атре Хормакерсфарм из Мехта Данимир из Труа Ги де Буа Фресне Ги де Буа Фресне Рыцарь княгиня Анариэнты Дельвин из Крижо Граф Тайлес из Дорнда Анси, принц Лирии и Ривии Геральт из Ривии Гурные аплодисменты Грегуару де Гарбон Славный молчащий рыцарь, чемпион прошлого года Победитель этого года Дабы подтвердить свой триумф Сойдется в яростной схватке с рыцарем Грегуаром Чье-то невежество требует, чтобы я комментарий оставил Вижу, придется напомнить вам суть наших правил Как ты смеешь участвовать в турнире для благородных рыцарей? Моя мать, королева Лирии и Ривии Мева Произвела тебя в рыцаре А ты бежал из ее войска через несколько дней Твое участие в этом турнире оскорбляет меня А твое оскорбляет всякий хороший вкус Если ты уже закончил, отойди, рыцарь Вот королева турнира Девиена Что вдохновит вас на бой непременно Привет вам, доблестные рыцари Пусть моя милость ведет вас, указуя дорогу чести, мужества и славы Прими пожелания счастья, рыцарь И сосредоточь все свои силы на турнире И только Ваш час настал, пришпорьте скопуна Но чтоб вперед пробиться, удача вам нужна Благородные дамы и их кавалеры Туча всадников резвых, ретивых без меры Обгоняя друг друга, помчится сейчас Таково развлечение для страждущих масс Понеслась Пред нами славный Геральт промчится во везду Скакул него как ветер, а силы в нем надвух Блин Здесь там страшно Да Ребята Тут был Чехот Оторг Ставг Промазал нахер тассы пить плотной блин я промазал по первой мишени друзья жопа твое мать резные ты будут за ногу так это а вон он получается у нас путешествовать между мирами по совету гейлса ведьмак отправился ладно сейчас мы попробуем мы соберемся силами все нормально подкачаемся нам надо все сделать все выполнить иначе как бы от этого толк по крайней мере хоть попытка у нас не ограничено твою мать а твою мать что с ним сделаешь а король дикой охоты находился на палубе нагль фара огромного корабля способного путешествовать между мирами по совету гейлса ведьмак отправился в путешествие за солнечным камнем артефактом необходимым чтобы завлечь чередина в ловушку да какой там солнечный камень у меня турнира так с этой стороны отлично среза Мать его, заново! Твою мать! Как вот ее, а? Гера, Гера, Геральд! На хрен времени мало осталось Молотас Срезали Типикаты, проходим! Опять эта хрень Вот как так, а? Ай-яй-яй, неудача! Хорошо бы с мечом все вышло иначе! Пойдем со мной на пир Подождем вместе Вильяну Выкинь Годится Да, ничё не годится Облажался я прям налажал прям в штаны Блин, друзья, слушайте Не,не,не,не,не,не,не,не,не,не я даже слушать не хочу смоет пролитым будем здесь вот и находился на палубе на гельфар огромного корабля способного путешествовать между мирами что мне заранее как избить как признаю путешествие за солнечным камнем артефактам необходимым чтобы завлечь середина давайте еще раз попробуем хотя сколько раз давай слушайте я понял чем дело стоп стоп здесь посмотрим в чем дело да пипец тут блин промазал так срезан но давай 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 спешим время уходит очень быстро у нас тут цель и и и и и и и и и туда я побежал или нет дорога разделилась уй блин дерьмо блин блин давай-давай-давай-давай-давай быстрее отлично блин сложно-сложно ничего не поделаешь отлично давай-давай-давай скачи ну что чтобы перепутал кнопки фокк средь прочих всаднику нет равных великолепная езда наездник приз добыл по праву он настоящая звезда чтоб почтить нам героев и рыцарей славных на перу веселиться будем вместе исправно и гостей угощаем отличным вином все на праздник бегом седло с твоим вертолем большое спасибо мальчиша поздравляю с прекрасной победой это было невероятно я уже не жалею что сам не смог участвовать почти за это надо выпить идем на пир подождем беден но вместе согласен согласен и что скажешь о вене не красота необычайно я не это имею в виду еще рано делать какие-то выводы я выяснил что она использует сильные маскирующие иллюзии это значит что на самом деле она может выглядеть совсем иначе это только домыслы вивиена еще не скоро появится блин не знаю может другой раз не на работе я не пью и твое присутствие на турнире оскорбляет мою честь я требую удовлетворение тогда тебе ближайший бордель я вызываю тебя на конный поединок на главной арене если тебе это так важно я к твоим услугам скоро ты горько пожалеешь что дезертировал из войска моей матери блин чё законный поединок смоет пролитая мной кровь твою трусость давай уже разберемся по-быстрому 321 ах ты блин а чё за мной бегаешь то улетел не знаю за какие грехи но боги покарали меня поражение только не думай что твоя трусость будет забыто зараза ты опять за свое давай разберемся раз и навсегда я должен был покинуть лагерь твоей матери потому что один человек ждал моей помощи я не мог и не хотел ему отказать то есть ты отправился с тайной миссии присягнув никому не открывать ее сути пока не достигнешь цели более менее так не считая присяги и того что я по-прежнему не хочу открывать сути этой миссии такое объяснение тебя устроит ты согласился выйти против меня и вел себя по-рыцарски я принимаю уверение человека чести я рад теперь я вернусь к работе сердце мое радуется когда я наблюдаю этот прекрасный праздник доблести и чести и вас истинное воплощение рыцарских добродетелей однако часы сражений должны сменяться временем мира и покоя поэтому я приглашаю всех участников турнира на устроенный в вашу честь праздник если же кто из вас захочет уединения для каждого приготовлен шатер завтра состоится общая битва во время которой каждый сможет покрыть себя славой лучшему из вас выпадет честь сойтись в поединке с чемпионом со славным грагуаром да горгон победителем прошлогоднего турнира веселитесь на славу но помните об испытании что ждет вас завтра по-моему это был валуев нет лицо не показывают мне кажется это он иди за ней встретимся в твоем шатре перед испытанием помоги ей друзья могу и родить свой доспех пожалуйста вот она как вот она как а вот теперь да так мы тут кое-что кстати мне странно я был уверен что она здесь записки вильяны записки вильяны и расходы блат филейн 14 локтей сукна 8 на 80 крон сапоги драконь и шкуры 140 крон седло скаковое 280 крон мазь магическая 1000 чуть 400 крон всего обвинять так слушайте у нас же там книжки ищусь не прочитаны улетает попробую пойти за ней уже птица куда-то меня ведет куда подавать давай давай далековато что-то что за нахрен там ходит я птицу потерял а он животное на тупить так бестиарий бести так пантера где была сегодня кошка у королевы на окошке уй беги скорей сынок то пантера а не кот редкий вариант народной песни пантеры опасные хищники водятся в лесистой местности быстрые и ловкие и как все кошачьи и дьявольские коварные животные в недостаточно цивилизованной сельской местности многие все еще верят что пантеры это заблудшие души умерших во сне эти предрассудки предписывают любого умершего таким образом оттащить в ближайший лес и оставить там без погребения дух пантера покойного съест собственное тело и уйдет в нижний мир эти верования следует искоренять любой ценой поскольку они приводят к эпидемиям холеры и прочих заразных болезней распространяемый распространяемых разлагающимися трупами это нелепо еще потому что пантеры не падальщики они не питаются разлагающиеся плотью они охотятся на живую добычу на оленей даже на людей если только те не больны и не слишком сильно воняют бестии кстати а пантеры чем масло против зверей ну конечно же птичка птичка ты чего больно еще пантер давайте масло против зверей тут прям очень много всего обрывок 6 и нам понадобится далеко же птичка улетела блин еще одна пантера 34 птичка птичка блин не смотрелся еще пантера что жилось такое так слушайте друзья так долго не проживу смещи там будут бить так да что летишь птичка давайте там залезем птица улетела за холм быстрее будет пройти через пещеру ну только не это так ну в отметках что это такое ох ты блин а что мне уже стремновато тут давайте кошку немедленно так улучшенная кошка и давайте-ка зелья рафа белого вихт какой-то что-то такое делаешь псих давайте посмотрим что это было духи и призраки масло против призраков у нас инсектоиды а это бледные вдовы да мы про них читали кстати говоря бар гест избегай греховных из уль деяний а если тебе непресранно искушает зло вспомни что случилось с жителями пригорода визимы которых поразило напасть бар гестов проповеди на каждый праздник преподобный иомен триктагорский простаки считают что совершение особо подлых поступков навлекать днев богов в виде призрачных псов именуемые бар гестами которые рыщут по улицам в ночи даже если именно такого их происхождения то опасно они в равной мере и для праведника и для грешника ибо нападают на обоих с одинаковой жестокостью ведьмаки редко верят богов но они признают существование бар гестов и их связь с некоторыми мрачными событиями в прошлом они впрочем утверждают что бар гесты порождены проклятием и концентрации злой воли а теперь давайте посмотрим что тут лунная пыль масло против призраков лунная пыль хорошая идея масло против призраков лунная пыль лунная пыль так и друзьям зеленый мотаген стрёмно так давайте посмотрим что за этот был очень много всякого разного тут а трупоед это пипец слушайте и так вихт говорят покойники любит тишину не знаю насчет покойников а вихты ее точно любит генрих фон грот хотя вихты не похожи на другой на дружелюбных созданий к ним не следует относиться враждебно будучи представлены самим себе вихты не представляет никакой опасности их интересует не драга а котлы в которых они мешают свое варево этот вид обитателей большей частью на старых кладбищах но видели их и в окрестностях новых погребений массовые захоронения на зиму вихты впадают спячку напоминающий человеческий сон живут только поодиночке практически никогда не ходят группами но если вихт видит угрозу своей территории а для этого достаточно просто сделать шаг на его территорию он превращается в грозного врага и призывает на помощь других чудовищ вот так вот это был трупоед а мы лажанулись немножко слушайте но следовать за птицей куда я буду следовать и 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Он хотел помочь и попросил меня об услуге Но если я могу тебе помочь, я и сам сделал бы это с удовольствием Почему я должна тебе доверять? Мне доверяет княгиня, я тоже выроды И такие случаи для меня хлеб насущный Выбирай, что больше нравится Ты не используешь мою историю против меня? Пообещай, что никому не расскажешь Тебе нечего бояться Я хочу тебе помочь и ничего никому не скажу Если только не решу, что без этого не обойтись Хорошо Я повторю, что мне когда-то рассказывала мама Когда она носила меня под сердцем Они с отцом часто проводили время на опушке леса На этой самой поляне Мама обожала пение Иволги Гладила живот и говорила Как бы я хотела, чтобы моя доченька Была так же прекрасна, как эта птица Но в лесу жило существо Которое завидовало счастью моих родителей Однажды оно явилось и сказало Что весь лес принадлежит ему И никто не смеет здесь радоваться Без его соизволения Чудовище захотело платы А когда родители сказали, что у них ничего нет Ответило, что заберет их нерожденную дочь Родители описывали это существо? Они называли его нимфой Рожденной в чаще леса Без матери и отца Но когда все началось Я была слишком юная и несчастна Чтобы расспрашивать Что случилось потом? Сначала ничего Я родилась обычной девочкой И родители забыли об этом происшествии Но когда мне исполнилось 15 Начало проявляться проклятие Сначала только в полнолунии А теперь дошло до того, что даже днем Я использую магическую мазь Чтобы выглядеть обычно Поэтому я подумала, что мой секрет раскрыт И тебя наняли меня убить На самом деле, когда я шла сюда Я уже примирилась со смертью Может лучше умереть, чем обратиться навсегда А я думаю Что грозит мне именно это Мазь, которую ты используешь Очень сильное магическое средство Применять его в больших количествах Или слишком долго Может быть опасно Я чувствовала это Я знала, что однажды придется от нее отказаться И навсегда проститься с человеческим обликом Возможно, проклятие получится снять У меня был случай с бароном Которого обратили в Баклана Я смог полностью его излечить И ты смог бы сделать то же самое со мной? Ничего не обещаю Твой случай очень сложный Ты была проклята еще до рождения Кроме того, как ты говоришь Симптомы прогрессируют Можно попробовать перенести это проклятие на другого Что? Это исключено Я не стану подвергать опасности невинной жизни Это единственный способ? Единственный и абсолютно безопасный Значит, есть и другой? Ты так категорично отвергаешь помощь? Перенесенное проклятие будет действовать гораздо слабее Даже слышать об этом не хочу Есть и другой Древний ритуал с использованием яйца Иволги Он должен навсегда освободить тебя от проклятия Но может иметь для тебя очень серьезные последствия Последствия? Какие? Чары наложили еще до твоего рождения Ритуал перенесет проклятие с тебя на невылупившегося птенца Иволги А ты освободишься Но возможно, ты проживешь ровно столько, сколько обычно живет Иволга Семь лет? Понимаю Не бывает розы без шипов И счастливого конца тоже не бывает Но я даже о таком не мечтала Идя сюда, я была готова к смерти А ты хочешь дать мне семь лет настоящей жизни Это нетрудное решение Я согласна Конечно, согласна Без колебаний Понимаю Но пока рано принимать решение Подумай еще Подумаю Меня, наверное, уже ищут на турнирном поле Возвращаемся? Да, давай вернемся Но разве ты... Ах, правда Не могу же я появиться там в перьях Подожди минуту Субтитры сделал DimaTorzok Ты можешь контролировать свой облик? Нет, но я обнаружила, что вода из этого пруда помогает Действует недолго, но всегда Хм, интересно Пойдем Ты что-нибудь узнал? Да Ну так говори же, ведьмак Я с ума схожу от беспокойства Что с ней? Она просила меня сохранить тайну Но я желаю для нее только лучшего Может, я смогу как-нибудь помочь Или хотя бы Утешить ее Ливиена открыла мне свою историю по секрету Я поклялся, что никому ее не повторю Но я же не абы кто Я бы все для нее сделал Это я попросил тебя ей заняться Ты не можешь меня вот так отстранить Мне очень жаль Думаю, со временем Ливиена поймет, чем тебе обязана А пока что просто запомни Не весь мир вертится вокруг тебя Не смей меня поучать Не такой помощи я от тебя ожидал Еще и место свое уступил тебе на турнире Теперь вот жалею Ты вообще состязаться собираешься? Или ты договорился с Ливиеной У меня за спиной до турнира тебе и дела нет? Я не меняю принятых решений Я приму участие в последней схватке Ливиена все равно занята до конца турнира И верно В таком случае Встреться с остальными рыцарями из твоей дружины Они сейчас у входа на арену Недалеко от учебного поля Понял Спасибо Мы уже знаем состав обеих команд Я капитан твоей Это значит, что во время боя Ты должен слушать меня Ясно? Дружину противника поведет Польмерин де Лонфаль Этим боем мы вспоминаем Битву 218 года Под лисьими ямами Когда разбойничая ватага Южан Под началом халора Бурова Напала на Тусен А рыцари отбили атаку И тем создали прецедент С той поры странствующие рыцари Стерегут границы княжества Польмерин вытянул короткую соломинку Значит, его дружина будет за варваров Вопросы есть? Нет Не думаю, что ты нам хоть на что-нибудь сгодишься Ты понятия не имеешь о рыцарском поединке Но постарайся не мешать Время пришло, судари мои Берем оружие, выходим на арену Арена представляет командные бои Покажут две дружины умения свои И мира здесь не будет Пока одна из них На землю не повергнет соперников своих К тому же добродетель в сражении не указ Пускай навеки проклят Тот будет в сей же час Раз я о всем об этом уже поведал вам Хочу почтить приветом цветник прекрасных дам Это битва решит, кто сойдется в финале Остальным же в удел суждены лишь печаль Ну посмотрим И начинаем Более времени не теряем Прям какой-то фашизм Быстрее! 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 У меня же меч отравленный Блин, я не успел Как страшен удар на куче был И так должно быть Остался только первый Шутить не стоит тут Но встань у меня на фоне Коль прочих унесут Друзья, друзья, друзья Так, этот все Вышел Тоже Польмерить остался Вот так вот Назад Давай, ну, блин Когда ему будет некуда отступать Готов Я его убил И победителем зовут лишь одного Сегодня Выиграл лучший Приветствуем его! Ведьмак Геральт из Ривии Он силой равен льву Быть первым в каждом споре дала судьба ему В последнем испытании сразиться должен он С могучим Грегуаром Что ныне чемпион На той земле Где славный Турнира миф рождет А всех тех У кого уже сил не осталось Ждут шатры И напитков божественных Сладкость Два льву Уже пора Выходите на арену Есть ли у вас какие-то пожелания или слова Что следует передать родным Если вас серьезно ранят Спасибо, обойдусь Это Геральт ведьмак Он из Ривии прибыл на бой Но пускай не обманет всех вас его волос седой Искушенный в бою удалец он И храбрый герой Уже на вытоптанную землю выходит гигант славный Это Грегуар де Горгон Герой и победитель дар Попал Желаю счастья обоим соперникам Ну что ж Грегуар Ой блин Ох ты блин Ох ты блин Ни хрена у меня Урубаный И себе рады Не мой герой Грегуар де Горгон Вбивай А теперь несколько слов от одного из наших спонсоров Принадельни Бейку Для крепости Ух ты блин Ой Сударь Геральт Лишается сил Сможет выдержать Он Инкримует Ему больше не вид Нет Бейку Ух ты блин Геральт из Риви! Победитель турнира этого года! Победил Грегора де Гургон! Это невероятно! Вива Геральт! 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 Как покровительница турнира, я имею честь находить победителя. Он поклялся подвязкой княгини Анны Генриетты. И благосклонность княгини, без сомнения, помогла ему одержать эту блестящую победу. Он отличился большой отвагой, силой и спокойствием. Сражался по рыцарски, с честью. Поэтому ему по праву принадлежит титул чемпиона этого года. Нужно поговорить. Мы сейчас поможем в моем шагу. У меня еще остались обязанности. И у тебя тоже. Мы тебя с мамой поможем в моем шагу. Здравствуй, госпожа. Ты решилась? Да. Я не изменила решение. Я никого не хочу подвергать опасности. А потому выберу способ с яйцом. Если нужно яйцо Иволге, я знаю, где его искать. На моей поляне есть гнездо. Погоди минутку. Можешь объяснить, в чем заключается ритуал? Да, Ноа, у твоего шатра вдруг выросли уши. Покажись, Гильон. Я слышу, как ты дышишь. Я знаю, что это ты. Что ты тут делаешь, рыцарь? Это личный разговор. Геральт, что это значит? Ты с ним что-то замышляешь за моей спиной? Ничего я не замышляю. Это он меня нанял, но дело касается тебя, а не его. В любом случае, я его не приглашал. И очень удивился, что он пришел. Я здесь, чтобы служить тебе, госпожа. Я к твоим услугам. Я сделаю все, что ты пожелаешь. И что, это все? Все, что ты можешь сказать? Ну, собственно, да. Так сделаешь все, что пожелаем. Хорошо же. Слушай, ты выйдешь сейчас из этого шатра, развернешься к северным рубежам княжества и будешь бежать, пока турнирные поля не скроются из виду. Вернешься ты лишь тогда, когда остынешь и навсегда оставишь меня в покое. Ты понял? Госпожа, но твое несчастье я хотел потому, как ведьма... Прочь! Сейчас же! Ты говорил, что я могу тебе доверять. Я не сказал ему ничего, кроме того, что он и так знал. Он тебя нанял. Ты должен был отчитаться перед ним. Но это не его дело, Геральт. Это моя жизнь. Ты уверена, что поступила верно? Не слишком ли быстро ты отвергла его помощь? Без него мы не проведем ритуала с отражением в воде. Для него нужен тот, кто по доброй воле примет на себя твое проклятие. Неужели ты думал, что я соглашусь на подобное? Нет, Геральт. На лужайке ты говорил о ритуале, который не требует участия в восторженных рыцарях. Я бы хотела воспользоваться им. Так, друзья, надо второй вариант. Я еще не готов. Я понимаю. Снять проклятие – дело непростое даже для ведьмака. Но я уже приняла решение и ничего не боюсь. Вернись ко мне, когда будешь готов. Так, давайте попробуем второй вариант выбрать. Так, подождите. Наверное, вот это, да? Король Дикой Охоты находился на палубе Нагельфара, огромного корабля, способного путешествовать между мирами. По совету Гейльса, ведьмак отправился в путешествие за солнечным камнем. Конечно, камень. Мы... Да вы что тут обкурили, что ли? Я не хочу драться, главного. Так, тринадцать. А, ну да, слушайте. Тогда сударь. Дикой Охоты находился на палубе Нагельфара, огромного корабля, способного путешествовать между мирами. По совету Гейльса, ведьмак отправился в путешествие за солнечным камнем. Артефактом не обтакивно не говорите мне, что с этим бугаем надо будет драться. А, во, все хорошо. Так, проматываем до этого момента. Что ты тут делаешь? Ильем тебе не враг. Да, в любопытстве мало чести, но он хочет добра. Ты правильно догадалась, это он нанял меня. Только потому, что хотел тебе помочь. Я здесь, чтобы служить тебе, госпожа. Я к твоим услугам. Я сделаю все, что ты пожелаешь. И что, это все? Все, что ты можешь сказать? Ну, собственно, да. Так сделаешь все, что пожелаешь. Хорошо же. Слушай, ты выйдешь сейчас из этого шатра, развернешься к северным рубежам княжества, и будешь бежать, пока турнирные поля не скроются из виду. Вернешься ты лишь тогда, когда остынешь, и навсегда оставишь меня в покое. Ты понял? Госпожа, но... Твое несчастье... Несчастье... Я хотел... Потому как ведьмак... Прочь, сейчас же! Ты говорил, что я могу тебе доверять. Я не сказал ему ничего, кроме того, что он и так знал. Он тебя нанял. Ты должен был отчитаться перед ним. Но это не его дело, Геральт. Это моя жизнь. Ты уверена, что поступила верно? Не слишком ли быстро ты отвергла его помощь? Без него мы не проведем ритуала с отражением в воде. Для него нужен тот, кто по доброй воле примет на себя твое проклятие. Неужели ты думал, что я соглашусь на подобное? Нет, Геральт. На лужайке ты говорил о ритуале, который не требует участия восторженных рыцарей. Я бы хотела воспользоваться им. Надо поискать птичье яйцо. Лучше всего яйцо и волки. Ритуал сам по себе не сложен, но я тебе говорил, какие будут последствия. Ты все еще хочешь этого? Да, я видела гнездо на лужайке, где мы разговаривали. Но прежде чем мы пойдем, скажи, что станет с птенцом? Нам придется разбить яйцо. Не всех ждет счастливый конец, ты сама говорила. А исполнение мечты требует жертвы. Я знаю. Хорошо. Пойдем. Мы пришли. Так, друзья, у меня очень интоксикация сильная. Давайте мы сейчас... Отойди, я этим займусь. Яйца упали на мох. С ними все хорошо, но одно треснуло. Оно годится? Вполне. Что мне делать? Для порядка спрашиваю еще раз, ты точно хочешь это сделать? Если все удастся, изменения будут необратимы. И, вероятно, тебе останется лет семь жизнью и больше. Семь лет без страха, что кто-то увидит меня в неподходящий момент. Без клейма, выродка и чудовища. Семь лет настоящей жизни. Да, я... Я точно хочу это сделать. Хорошо. Соберись, держи яйцо и повтори за мной. Муанна Гендерао. Муанна Финерат. Муанна Гендерао. Муанна Финерат. Муанна Гендерао. Муанна Гендерао. Муанна Гендерао. Геральт, смотри! Смотри! Боги, я смогу ходить на балы. Я поеду в Аксенфурт или даже в Навиград. Спасибо, ведьмак! Благодари, Гильон. Это он меня нанял, чтобы тебе помочь. Да, ему я тоже благодарна. Ты передашь ему, хорошо? Может, лучше ты сама это ему скажешь? Может, и лучше. Но мне бы не хотелось. Пожалуйста, передай ему. Мою благодарность. Хорошо, я передам. Прощай, Вивиана. Так. Друзья, 514. Одиннадцать, пятьсот метров, короче. Мне надо идти. Ну что ж. С музыкой как-то в этом краю. Ну, не так, чтобы ее нету, но ее мало. И в лошадь постоянно в кусках застревает. Прикольно сделана природа, горные реки. Шевелись, плодовая. Нет. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ любовь моя клянусь я выиграю геральт что с вивианной я снял проклятие правда теперь все будет хорошо она поправится она просила передать тебе спасибо благодаря тебе она может жить нормальной жизнью хорошо но что с ней вивиана выбрала то что хотела теперь она свободна и мне кажется счастлива без меня ты помог ей но это не значит что она должна была тебя полюбить как любит говорить мой знакомый поэт если кого-то любишь позволь ему улететь знаешь что геральт возьми план ты ее заслужил оставь свои советы при себе прощай я буду так же славян прям обиделся давайте тогда король дикая охота находился на полу вариант номер два выберем огромного корабля способного путешествовать между мирами по совету гейльса ведьмак отправился в путешествие за солнечным камнем артефактом необходимым чтобы за солнечный не солнечный скачем вокруг получается давай ты прыгай на лошадь шевелись плотвая и я плату это же у меня здесь и я на здесь он дёст чпокнуть ее нельзя жалко так ну что же давайте сохранимся любовь моя клянусь я геральт что с вивианной я снял проклятие правда теперь все будет хорошо она поправится она просила передать тебе спасибо благодаря тебе она может жить нормальной жизнью хорошо но что с ней способ который она выбрала подействовал но может оказаться что и осталось несколько лет жизни около семи хотя я могу ошибаться лучше бы ты ошибся ты меня подвел я тебе доверился а ты это было решение вивиены пожалуйста не вини меня за него как любит говорить мой знакомый поэт если кого-то любишь позволь ему улететь знаешь что геральт вот возьми план ты ее заслужил оставь свои советы при себе прощай да вот такой нервный оказался ну чтож друзья это было 144 серия приключений геральда ведьмак дикая охота дополнение кровь и вино кстати говоря что у нас там если может посмотреть нет меня типами ну давайте да прочитаем если уж пока варвана варнава базиль фаути варнава базиль фаути дворецкий из коронного вьянка был воплощением идеального слуги всю жизнь он служил уважаемых хозяев таких как супруги к ним белье или адмирал ром пали ибо он не снес бы сюзерена уважавшего его собственные достоинства поскольку варвана базиль помнил времена господина болюса и барона росселя он был истинным кладезем историй а винодельние знал в коробьянка каждый уголок будучи отмен отменным управляющим он всегда мог добыть добрый совет в вопросах улучшения винодельни дома геральт не смог бы найти лучшего слуги можно сказать что когда анна генриета доверила этому уважаемому управляющему дела кровь коробьянка ведьмак получил самый лучший подарок ибо каждое имение стоит столько сколько человек который за ним присматривает вивиена д табрис вивиена д табрис фрейлина княгиня анна генриетте была неразговорчивой скрытной и неприступной особой однако ее красота пожирала и притягивала у геральта была возможность убедиться в этом когда он принял заказ отлюбленного в нее рыцаря гельмиона который подозревал что на вивиенный тяготеет некое проклятие дабы к ней приблизиться геральт принял участие в рыцарском турнире покровительницы которого была вивиена наблюдая за вивиенной и изучая улики геральт открыл что гельем был прав фрейлина княгиня действительно была отпугана сильными чарами до ее рождения опутано отпугана в результате проклятия на проклятие она при свете луны обращалась в птицу геральт узнал историю связаны с проклятием и сказал что постарается его снять однако же он предупредил что сделать это будет не просто проклятие можно было перенести на какого-то другого на это вивиена пойти не пожелала или же снять проклятие однако в последнем случае могло выйти так что девушки оставалось жить всего несколько лет жизни геральт сохранил в тайне все то что по секрету доверила ему вивиена несмотря на это гельем был решительно настроен ей помочь гельем постарался убедить вивиену что желает лишь добра однако девушка предпочла не быть ему обязаны вдвоем с геральтом они провели ритуал который развел проклятие друзья в следующем стриме я расскажу гельему все и скорее всего он возьмет на себя проклятие и это будет намного лучше всем спасибо с вами был софер три тройки на канале про геймер телевизион пока